Жилой фонд Люберец продолжает подготовку к осенне-зимнему отопительному периоду. У коммунальщиков горячая пора. Ход работ контролирует Государственная жилищная инспекция Московской области. На сегодняшний день проверен 441 многоквартирный дом. Недоработки есть и они, как правило, общего характера. Сотрудники жилинспекции, администрации городского округа и ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Люберец провели совместный рейд, чтобы указать управляющим компаниям на нарушения, которые встречаются в ходе проверок наиболее часто. Тему продолжат мои коллеги. Осмотр домов выборочный. Определено четыре здания. Первое находится на Октябрьском проспекте. Сначала инспектор оценивает состояние кровли. Смотрим наличие разрушения кровельного материала, а также наличие кожухов и колпаков на винтканалах и домоходах. Далее осмотр подвального помещения. Здесь инспектор проверяет, в каком состоянии находятся инженерные коммуникации. Оценивает качество изоляции труб, чтобы избежать потерь тепла. Также в помещении недопустима захламленность и нахождение посторонних предметов. Изоляцию устанавливали, да, получается? Да, это мы, это изоляция, это наша. На крыше и в подвале недочетов не обнаружено. Управляет домом Люберецкий городской жилищный трест. На балансе предприятия находится 884 дома. Мы стараемся идти немножечко вперед графика. То есть на данный момент у нас уже гидравлические испытания проведены практически по всем домам. Это говорит о том, что система центрального отопления у нас готова к принятию теплоносителя в отопительный период. Следующий пункт – чердачное помещение. По пути наверх инспектор проверяет график уборки подъезда и обращает внимание представителей УК на хаотично свисающие интернет-кабели, которые соприкасаются с трубами, что запрещено. Поручает их срезать. На чердаке главное – соблюдение температурно-влажностного режима. Помещение необходимо проветривать, но и допускать потерь тепла нельзя. Обязательно мы уделяем внимание соблюдению теплового контура. Это двери, плотный притвор, ручки, гребенки на всех окнах, теплоизоляция трубопроводов, местах общего пользования, лестничные клетки, чердаки, подвалы обязательно должна быть соблюдена. В завершение осмотра инспектор указал на доску объявлений, которую порекомендовал либо привести в порядок, либо демонтировать, и на газопровод, который нуждается в покраске. Участники рейда перемещаются в микрорайон птицефабрика поселка Томилино. Тепловой узел дома в порядке, но общее состояние подвала инспектор оценил на двойку. Помещение захламлено, решетки на подвальных окнах отсутствуют. Закладовками, которые обустроили жильцы, никто не присматривает. Состояние подвала, скажем так, не несущих конструкций самого подвала, а время его уже подвело. Ну и плюс то, что мы не досмотрели за состоянием данного подвала. Сейчас проведем разбор полетов и наведем порядок. В целом ситуацию в Люберцах оценивают как удовлетворительную. Проверили 441 дом уже. Из них порядка 30% выявили нарушения в 30% домах, но при этом стоит отметить, что нарушения все незначительные. Как правило, это нарушение теплового контра, отсутствие плотного притвора. Также по изоляции, если есть какие-то вопросы. Все выявленные нарушения инспектор зафиксировал. Обозначил сроки их устранения. Отметил, что компания реагирует на просьбы жилинспекции с пониманием. И пообещал провести в этих домах повторный рейд. Алексей Абрамов, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ.